Ну, насчет пищевых добавок, натуральные, ненатуральные, здесь сложно сказать, потому что это все зависит от источника происхождения. Если она изготавливается из, так сказать, каких-то натуральных продуктов, то она может быть натуральная. Если она изготавливается путем химического синтеза, так она ненатуральная. Но пищевые добавки, как правило, или в основном, это, ну, будем так говорить, определенные химические соединения, скажем, соли, фосфорные кислоты, фосфаты, аскорбиновая кислота, ну, так сказать, различные другие пищевые кислоты, значит, молочная кислота, лимонная кислота, ну, и другие соединения. Поэтому говорить о том, натуральная пищевая добавка или искусственная, не приходится. Это все зависит от того, какой функцией она обладает. И поэтому есть пищевые добавки, которые обладают антиоксидантными свойствами, есть, которые обладают, ну, подкисляющими свойствами, регулятором кислотности. И в зависимости от этого, так сказать, эта пищевая добавка, значит, может быть, либо натуральная, либо, так сказать, искусственная. Ну, я хочу сказать, что вот так, как Вы задаете вопрос, это некорректно, потому что все пищевые добавки, которые разрешены для использования в пищевой продукции, а перечень из них существует, он открытый, с ним можно ознакомиться чуть ли не в интернете, они могут использоваться в производстве пищевых продуктов. Кроме того, они не просто могут использоваться, а часть из них должна использоваться в определенных количествах, в определенных пищевых продуктах. То есть разрешается не во всех продуктах, а только в определенных и в определенных количествах. Поэтому, если пищевая добавка используется, так сказать, в соответствии имеющими правилами, то любая пищевая добавка может быть использована и не должна приводить, мы будем так говорить, она должна быть безопасна для человека. Продолжение следует...